Российско-Иранский совет призывает Владимира Путина создать пост спецпредставителя Москвы для развития отношений между двумя странами. Среди предложений отмена виз, создание банка и увеличение товарооборота. К чему такое тесное сотрудничество, обсудим с инициаторами предложений. В нашей студии Раджаб Сафаров, председатель Российско-Иранского совета по общественным связям. Раджаб Сафарович, приветствую. Итак, почему важно развивать иранское направление сейчас? Дело в санкциях или не только в этом? Вы знаете, санкции это одна из причин, которая на самом деле повлияла на ход уменьшения товарооборота между Россией и Ираном. Но есть другие важные причины. По большому счету можно сказать, что сейчас в российско-иранских отношениях торговая, экономическая составляющая практически парализована. Жизнь в этой сфере практически остановилась. Сотни компаний обанкротились. Тысячи компаний переориентировались на другие рынки и сферы. И это из-за того, что на самом деле ни Россия, ни Иран в этом смысле не могут взаимодействовать. На то очень много причин. Это опять же под условиями внешнего какого-то давления или есть какие-то недомолвки между Тегераном и Москвой? Вы знаете, президент России Владимир Путин уже который год заявляет, что Иран это наш сосед. Мы с этой стороной будем развивать отношения во всех сферах и направлениях. И это принципиальнейший наш выбор. Но как только вопрос переходит в сферу исполнения, это абсолютно нулевой исход и нулевая реакция. Президент говорит, давайте дружить, давайте иметь отношения. В это время Центральный банк дает рекомендации коммерческим банкам о нецелесообразности взаимодействия с Ираном. Президент говорит, давайте развивать отношения с Ираном, но в это время Министерство финансов годами обсуждает вопрос о том, чтобы переходить на национальные валюты. Президент говорит, давайте иметь отношения более углубленные и расширенные во всех сферах. И на самом деле Министерство экономического развития долгое время и Министерство энергетики обсуждает крупнейшие энергетические контракты, в которых заинтересована Россия. Какая-то, в общем, мертвая точка. И товарооборот в прошлом году составил всего лишь 963 миллиона долларов, что является меньше, чем полпроцента от общего товарооборота между Россией и Ираном. Товарооборота России с другими странами. Так вот, знаете, на самом деле, учитывая масштаб и потенциал России и Ирана, это практически нулевой товарооборот. И, вы знаете, сейчас приковано внимание, так сказать, всего Запада, Америки, даже многих других оппонентов стран Ирана на эту страну. Иран — это тренд ближайшего времени. Это рынок огромный. И Европа, и Запад, и Америка сейчас будут бороться за этот рынок. А когда у нас двери открытия в эту страну, никто этим не занимается. Крупнейшие наши государственные компании, ну, мощные такие топ-компании, они под предлогом того, что могут пострадать там западных санкций, отказались работать с Ираном и лишили себя самых лакомых кусков в энергетической сфере, в промышленной сфере, во многих сферах. Ситуация, одним словом, чрезвычайная. И вот здесь мы начали, собственно говоря, выходить с инициативой, чтобы президент взял инициативу в свои руки и начал координировать, собственно говоря, политику по отношению к этой стране. И назначил своего специального представителя, чтобы этот представитель, наконец-то, смог бы координировать общую всесторонную политику России во всех отношениях в Министерстве ведомств по отношению к Ирану. Вы претендуете на эту должность? Нет, абсолютно не так. Знаете, на эту должность президент должен назнать человека, который разбирается очень хорошо в проблематике этого региона, хорошо знает Ближний Восток. И на самом деле является уважаемым специалистом и пользуется доверием президента. Мы готовы... Но есть у этого человека имя и фамилия хотя бы? Вы знаете, вот если я сейчас скажу кого-нибудь, совершенно точно, что аппарат и государственная машина будет работать против этого человека. У меня есть, конечно, несколько кандидатов, которые я с удовольствием первым делом предложил бы президенту, если такая была бы возможность, на самом деле. Как минимум три кандидата. Почему же так происходит, как вы считаете? Почему вот саботируют эти решения? Вы знаете, главная беда наших, так сказать, государственных органов и ведомств в том, что у них просто бездумная, прозападная до сих пор ориентация. Для них солнце восходит на Западе. Ничего на Востоке нет, а между тем Иран ключевая страна не только этого региона. Это ключевая страна исламского мира. Иран оберегает только своим присутствием, своей политической системой от тысячи, может быть, миллионов негативных явлений, которые на нас могут обручиться. И Иран стоит стеной. Вы имеете в виду терроризм? И терроризм, и радикальный исламизм, и западное влияние, и интересы Запада и арабских государств по разрушению, ослаблению России и так далее и тому подобное. Если Иран станет прозападным государством, то это гораздо хуже для России, чем, допустим, Иран даже с ядерным оружием. Я полагаю, что если Иран будет прозападным, а если у нас не будет торгово-экономических отношений, то у нас политические отношения будут на самом деле на каком-то очень легковесном основании. И в любой момент без всякого потери, ты скажешь, от каких-то интересов можно будет перейти на другие регионы и другие интересы. Поэтому мы предлагаем 16 пунктов. Это программа действия в случае форс-мажора. И мы говорим, господин президент, абсолютно нет времени на других вопросов. Назначьте одного доверенного лица, который взял бы инициативу в свои руки и ввел бы Россию в направлении Ирана, чтобы ситуация вышла, так сказать, из такого мертвого состояния. Но этому человеку вы вкладываете в руки определенную программу по созданию в том числе Российско-Иранского банка. Вы говорите, что до этого Центральный банк всячески саботел решение президента и не хочет развивать отношения с Тегераном официально. Как в этом случае создавать Российско-Иранский банк без участия регулятора нашего? Одну секунду. Я предлагаю, мы предлагаем, вернее, или создать из числа двух-трех государственных мощных наших банков, которые абсолютно подчинены государству, у полномоченных банков, чтобы работали с Ираном, чтобы Малий, средний бизнес, знал, куда идти. И второй вариант. Если этого невозможно из-за того, что могут попасть, из-за последних, что могут попасть под какие-то негативные явления западных своих партнеров, создать на ровном месте, учредить новый Российско-Иранский банк, чтобы этот банк абсолютно и исключительно был ориентирован на работу с Ираном и использовал в своей деятельности только Российский рубль и Иранский реал. На каких началах он должен создаваться? 50 на 50, Тегеран-Москва или какая-то другая структура? Иран, я думаю, принципиальных возражений не будет иметь. Но этот банк должен иметь филиал в Москве, филиал в Тегеране. И хотя, если такой вариант будет, это уже реализация крупнейших контрактов. Более того, мы предлагаем, чтобы такие структуры, как Россельхознадзор, быстрее подписал соглашение с Ираном о признании стандартов. Это будет великая помощь и компенсация импортозамещений, которые сейчас мы испытываем очень остро. Этого не делается. Потом, вы знаете, ежегодно принимаются меморандумы по линии межправительственной комиссии. Они создаются. Они проводятся раз в Тегеране, в следующем году, скажем, как бы в следующий год в Москве. Но 80% проектов, которые там обсуждаются, из года в год перекочевывают в новые меморандумы. Там нет механизма реализации этих проектов. Мы президенту предлагаем, чтобы он сделал так, чтобы был разработан механизм реализации принимаемых решений по линии МПК, чтобы они стали обязательными для исполнения государственными органами и ведомствами. И более того, мы предлагаем президенту, на самом деле, обязать глав министерств и ведомств России, чтобы хотя бы они раз в год обязательно встречались с иранскими своими коллегами по вопросам, которые вызывают взаимный интерес. Одним словом, там 16 пунктов. И эта страна будет выходить в орбиту наших интересов. От этого выиграет Россия. Голос России будет прозвучать сильнее и солиднее. И мы будем испытывать огромную выгоду в реализации наших возможностей, технологий. И вот на этом мы поставим точку. Большое вам спасибо, Раджаб Сатарович. Я напомню, в нашей студии был председатель Российско-Иранского совета по общественным связям Раджаб Сафаров. Мы обсуждали предложение совета, обращенное к Владимиру Путину об увеличении сотрудничества двух стран.